Шотландская народная сказка «Тень». Джейми Кармайкл был смышленый и бойкий мальчишка, поэтому едва он прослышал о школе мистера Оррока, где обучают волшебному ремеслу, как сразу загорелся желанием попасть в эту школу. «Нет, нет и нет!» – отрезал отец. «Нет, нет и нет!» – сказала мать. «Разве не слышал? Говорят, что мистер Оррок – никто иной, как сам дьявол». «Мало ли что болтают!» – возразил Джейми. «Я ведь не из пугливых!» В общем, отца с матерью он уговорил. Деньги на обучение дал своему любимчику дед, который в нем души не чаял. И вот в один прекрасный день отправился Джейми в путь с крепкой ореховой палкой и кошельком в кармане. Переваливает он гору, минует болотную пустошь, ночует на охапке вереска и на следующее утро прибывает в школу мистера Оррока. Стучит своей ореховой палкой в дверь. Тук-тук-тук! Дверь отворяется, и на пороге возникает мистер Оррок собственной персоной. «Что тебе угодно, малыш?» «Научиться всему, чему вы сможете меня научить», отвечает Джейми. «Это не дешево тебе обойдется!» «Я принес деньги, вот взгляните!» «Ну, заходи», говорит мистер Оррок. «Садись и выслушай мои условия, они не всякому по душе». Пригласил он Джейми в большой зал, усадил на стул против себя и начал читать правила, которым должны подчиняться все ученики его школы. Правила состояли из 13 пунктов. В них оговаривалось, когда ученикам вставать и когда ложиться в постель, когда приступать к занятиям и как вести себя в классе, как проводить свободное время. Все это звучало неплохо, пока мистер Оррок не приступил к чтению 13 пункта. А он гласил, не больше и не меньше, что по окончанию учебы ученики прощаются с учителем, а последний, покинувший школу в этот день, будет принадлежать душой и телом всецело и навеки, мистеру Орроку. «Вот так пунктик!» воскликнул Джейми. «На нем испоткнуться можно». «Как знаешь, если тебя устраивает мое правило, поставь свою подпись на этом пергаменте. Если нет, прощай, счастливого пути». «Дайте мне одну минуточку подумать», попросил Джейми. «Даю тебе пять минут, но не больше». Джейми задумался. Он оглядел просторный зал. Был полдень, и солнце ярко светило в окна и широко открытую дверь. Четко обрисовывало на полу тени стола и стульев мистера Оррока и Джейми. «Скажите, пожалуйста, из этого ли зала и через эту ли дверь будут выходить ученики в день выпуска?» спросил Джейми. «Да», – ответил мистер Оррока. «А в какое время суток состоится выпуск?» «В такое же самое время». «Разверните свиток, мистер Оррока. Я поставлю свою подпись», – заявил Джейми. «Надеюсь, ноги меня не подведут, и я не замешкаюсь больше остальных». «Все так говорят», – пробурчал мистер Оррока. Он отвинтил крышечку чернильницы, висевшей у него на поясе, вынул из-за уха гусиное перо и ткнул пальцем в пергамент. «Вот здесь». Джейми расписался и посмотрел, что у него получилось. «Чернила какие-то бурые, похожи на кровь». «Ты недалек от истины, малыш», – заметил мистер Оррока. «Расплатишься сейчас или в день выпуска?» «Лучше бы сейчас», – сказал Джейми. «Боюсь, что в день выпуска я буду спешить». И он вручил кошелек мистеру Орроку. «Возьмите, сколько нужно за учение». «Сколько есть, столько и нужно», – возродил мистер Оррок и спрятал кошелек в карман. «Теперь пойдем, я познакомлю тебя с твоими однокашниками». Он провел Джейми в классную комнату, где стояли столы, и десятка три мальчиков сидели перед раскрытыми книгами. Все они вскочили на ноги при появлении учителя. «Это новый ученик». «Его зовут Джейми Кармайкл», – представил его мистер Оррок. «Добро пожаловать», – хором прокричали ребята, и снова настала тишина. «Можете сесть», – сказал учитель. И, словно вымуштрованные солдаты, школьники разом опустились на свои места. Усадив Джейми за свободный стол, мистер Оррок занял место на возвышении и начал урок. «Сегодня, друзья, я буду проверять, как вы усвоили искусство превращений». «Ты, Джок Мэддок, станешь ястребом. Ты, Темми Крокер, тигром. Ты, Билл Макдув, собакой. Остальные овцами, козами, котами, крысами, чем вам только вздумается». И тот час комната огласилась странными кликами, и ученики исчезли. Вместо них появились рычащие львы, мяукающие коты, хрюкающие поросяты, летучие мыши и всевозможные птицы, реющие и порхающие по всему классу. «Ура!» закричал Джейми и захлопал от восторга в ладони. Но тут мистер Оррак хлопнул в ладоши. И тот час все звери и птицы исчезли. Вместо них появились школьники, чинно сидящие за столами. Лишь одно странное существо с головой мальчика, но ногами и телом горностая неуклюжи копошились на полу. «Сэнди Макнап, ты сегодня останешься после уроков и внимательно перечтешь все, что недоучил», сурово произнес мистер Оррак полугорностаю и подпихнул его своим остроносым ботинком. Отчего непонятное существо тотчас превратилось в белобрысого растерянного паренка. Остальные до обеда свободны. Мальчишки гурьбой высыпали из класса и за ними Джейми. Он был совершенно ошеломлен и не переставал удивляться, потому что ребята снова стали показывать всякие чудеса. Каждый хотел покрасоваться перед новичком. Один летал по воздуху на кленовом прутике, который послушно превращался в крылатого коня. Другой показывал трюк с исчезновением. То он здесь, то его нет, то он снова здесь. Третий набрал камушков и превратил их в пчелиный рой. Четвертый карабкался по невидимой лестнице и оглекал Джейми сверху. «Вот здорово!» воскликнул Джейми. «Вот ловко! Я буду не я, если всему этому не выучусь». И действительно, он стал прилежным учеником и в короткое время обладел всеми волшебными приемами, каким только пожелал обучить его мистер Оррок. «Ты станешь отличным волшебником, малыш, когда выберешься отсюда», говаривал учитель и ехидно добавлял. «Если только выберешься. Думаю, что мои приятели там, внизу, были бы не прочь познакомиться с тобой». «А я не собираюсь к ним в гости», отвечал Джейми. «Неужели?» «Ну, не ты, так кто-нибудь другой». И вот, что было худо. Проходили дни, недели, месяцы, и веселость учеников мистера Оррока таяла с каждым часом. Каждый из них подписал договор со зловещим тринадцатым пунктом. И как знать, кому из них придется в конце концов принадлежать? Душой и телом, всецело и навеки, своему страшному наставнику. Беззаботное время кончилось. Ученики стали сторониться друг друга, ссориться из-за пустяков, обмениваться неприятенными взглядами. «Что, если я окажусь последним?» думал каждый. «О, если бы это был кто-нибудь другой!» Только Джейми, казалось, ничуть не беспокоился. Однажды он собрал ребят и обратился к ним с такими словами. «Друзья, мне не нравятся ваши хмурые лица. Обещаю вам, что когда придет время, вы все выйдете отсюда прежде меня. Даю вам слово». «А помни, что ты говоришь!» «Именно это и говорю. Я боюсь мистера Оррока не больше, чем любого из матушкиных гусей!» «Но он ад и преисподняя!» воскликнул один. «Все цело и навечно!» добавил другой. «К чертям ад и преисподнюю! К чертям все цело и навечно!» «Будьте спокойны, я их всех перехитрю!» В конце концов, хотя и не сразу, товарищи поверили Джейми и стали смотреть на него как на героя. Тревога и косые взгляды снова сменились весельем и улыбками. Но время летело и настал день, когда мистер Оррок созвал своих учеников в большой зал для церемонии выпуска. Поперек зала мелом была проведена черта и все ученики стали в ряд, наступив одной ногой на черту. Было такое же ясное утро, как в тот день, когда Джейми впервые пришел в школу и солнце ярко светило в распахнутую дверь. «Итак, друзья», сказал мистер Оррок, «Чему я мог, я вас научил и каждого из вас сделал искусным волшебником. У меня есть подписанные вами договоры и все знают условия. Взгляните на этот колокольчик. Когда я дам сигнал, вы побежите к двери. Если бы я был коварным и злым, я бы мог заставить вас всех служить мне до скончания веков. Но я честный малый и поэтому заявляю свои права лишь на последнего, согласно уговору». С этими словами мистер Оррок позвонил в колокольчик и мальчишки бросились к двери. Всей кучей вылетели они наружу и пустились бежать, не разбирая дороги. Через вереск и кусты, через лук и лог, без оглядки, пока школа мистера Оррока не осталась далеко позади. А что же Джейми? Услышав колокольчик, он помедлил немного, прищурился на солнце и неспеша направился к выходу. Мистер Оррок со злобной усмешкой протянул было руку, чтобы задержать его. «Руки прочь!» сказал Джейми. «Что-что?» удивился мистер Оррок. «Как ты смеешь так разговаривать? У меня есть договор, скрепленный кровью. Последний, покинувший этот зал, принадлежит мне всецело и навеки. Но я не последний». «Как это не последний? Кто же выходит вслед за тобой?» «Взгляните на пол», сказал Джейми и спокойно шагнул к двери. «Неужели вы не видите, кто идет следом?» «Не вижу», воскликнул мистер Оррок. «Как не видите?» «А моя тень?» «Вот кто идет вслед за мной!» «Забирайте ее, мистер Оррок!» «Она ваша!» «Счастливо оставаться!» «И спасибо за науку!» С этими словами Джейми вышел за порог и пошел прочь по зеленой долине, залитой ярким светом. Легкий ветерок шевелил тени вереска и шиповника на тропинке впереди и позади Джейми, справа и слева от него. «Но погодите-ка! Где же тень самого Джейми?» «Ее нет ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади. Она осталась там, где Джейми ее оставил. На полу в школе мистера Оррока». Мистер Оррок наклонился, поднял тень, скатал ее в трубочку и засунул в шкаф. «Ах, Джейми Кармайкл!» вздохнул он. «Я не расстался бы с тобой за все души ада! Каким отличным, искусным волшебником сделаешься ты, когда станешь взрослым!» И действительно, Джейми вырос и сделался отличным, искуснейшим волшебником, знаменитым по всей стране своими необыкновенными знаниями, умением исцелять недуги и давать мудрые советы. Ни разу в жизни не использовал он своего могущества во зло, но всегда на пользу людям. Имя его не забылось и до сих пор вспоминают в народе Кармайкла Мудрого или Человека без тени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok